СМЕРЬ ТЕЛУС УБИВАЙ ВОЛОЖ Да ты охрененький! И кто из нас теперь дурачок? Спасибо тебе, что рассказал примерный план моей жизни, Никитосик. Пора его воплощать! Аким, а ты что в углу застыл? Скоро урок начнется, пойдем. Опачки, кажется я в очередной раз поменял ход истории и передо мной нулевой мир. Что? Ничего-ничего, пойдем конечно на урок, посмотрим чему нас там научат. Это Кункидс, крутые детки. Тимош, а ты меня любишь? Полин, ну конечно, ты же прекрасно об этом знаешь. И всегда любил, и никогда мне не изменял? Ну конечно, мы же встречаемся с шестого класса. Мы в школе вместе, после школы вместе. Единственное, только по ночам не вместе. Так, Тимофей, всему свое время. Вот женишься на меня после школы, и будем все время вместе проводить. Только мне нужно знать, что ты ни с кем до меня не встречался, и никогда мне не изменял. Полинка, сколько раз тебе объяснять? У меня никого не было и быть не могло. Хе-хе-хе, слышали? Я считаю, что младший человек заслужил титул мистер Брехон 2022. Слышите, как он по ушам своей Полине ездит. Все правильно он делает. Если Цыпочки будут знать о похождениях мужиков, то мужики будут биты макрыми тряпками. А еще у Цыпочки память совсем короткая. Уже на моей памяти младший человек встречался и с Полиной, и с Алиной. И вроде как Полина это знала. А до этого он вообще встречался с Вирджинией. И Полина ей все время обещала рожу расцарапать. Неужели она забыла? Или может быть младший человек и память стер? Вот красавчик. О, слышала? Там в комнате кто-то разговаривает смешными голосами вроде. Ты же в ней собак закрыл. Ты хочешь сказать, что они у тебя говорящие? Ха-ха-ха, как смешно. Ну конечно, у меня в квартире живут 4 говорящие собаки. Это я наверное забыл колонку выключить. Алиса, это ты в комнате говорила? Я говорила с моим виртуальным другом. А вы чем занимались? Дожили. Искусственный интеллект разговаривает с своим виртуальным другом. Ну Тимоха, а? Растяпа. Клюшку на катке забыл. Теперь я ему домой тащить должен. Данила! Данила, а теперь ты будешь моей марионеткой. Копец. Че это было? У меня галлюцинации. Так че мы просто сидим и ничего не делаем? Ты же собак закрыл, чтобы они нам не мешали? Ну конечно, а то бы они сейчас бегали и прыгали. Может тогда ты меня уже поцелуешь? С удовольствием. Кто-то пришел, откройте дверь. Да они издеваются. Алиса, открой дверь. Дверь открыта. Можно поинтересоваться, а зачем ты Данилу пригласил? Мы же хотели вдвоем побыть, наедине. Да, наверное, клюшку ему принес. Я забыл ему на тренировке. Пойду его встречу. Клюшку он забыл. А голову ты не забыл? Привет, брат, ты мне клюшку привез? Ну спасибо, давай я сюда. Ты че меня даже в дом не пустишь? Там на улице фигня какая-то творится. Да мы тут просто с Полинкой хотели вдвоем потусить. Ну ты заходи, конечно. Вдвоем потусить. Твоего друга сейчас чуть инфаркт не хватило. Вдвоем потусить. Кстати, а где твои пусы? Гуляют что ли? Да не, я их комнате закрыл, чтоб не мешали. Вон, бери тапки и заходи. Привет, Полинка. Я вам не помешал? Ну конечно, ты нам не помешал. Ну что ты? Разве ты можешь помешать парню и девушке, которые хотят остаться наедине? Даже собак в соседней комнате закрыли. Че ты начинаешь? У него случилось что-то. Ребят, ну правда, мне надо дух перевести. Я не знаю, что это был. Глю какой-то. Короче, я иду по лесу, и какой-то страшный голос зовет меня по имени. Я поднимаю голову, а там монстр стоит выше деревьев, бледно-голубого цвета. И страшно мне говорит, что я буду его марионеткой. Я добежал до твоего дома, оглянулся, там никого нет. Данила, скажи, а тебе на последнем матче шайба в голову не прилетала? Шлем цел? Ну вообще-то прилетала. Мы еще потом над ним ржали, что он своей башкой и ворота спас. Ну я же смотрела трансляцию и видела этот момент. Короче, Дань, тебе к врачу надо, у тебя может быть сотрясение мозга. Да ну че вы грузите? Какое сотрясение? Там небольшой удар был. А вот этот монстр был очень реальным. Я его видел как и вас сейчас. Че они за монстра там обсуждают? Бледный, выше деревьев. И хотелось с Данилой марионетку сделать? Ну может это монстр и кшудала прикалывается в лесу? Он же любит прохожих пугать. Насколько я помню, наш и кшудала черного цвета и ростом со взрослого человека. Может в нашем лесу появилась какая-нибудь новая аномалия? Или чудовище Тревора Хендерсона? У нас тут че и медом намазано? Че они постоянно возле нас появляются? Данил, ну ты же понимаешь, что никаких чудовищ не бывает. Ты наверное ужастиков насмотрелся или Карри Поттера начитался. Я все-таки тебе советую сходить к врачу и сделать МРТ мозга. Да я здоровый, я не сумасшедший. Я говорю, я его видел. А потом он исчез. Это было какое-то волшебство. Бро, ну че ты в какие-то сказки и магии веришь? Ну я понимаю, если б ты был из каменного века. Тебе бы современный мир магией показался. Ну вон как Алиса и наш умный дом. Алиса, раз, два, три, елочка горит. Так, стоп, я не понял. Что значит чудовищ не существует? Младший человек и Данилей память стер? Ну нафига? Нет, Пенсер, тут что-то другое. Да, мне кажется, что в нашем мире что-то изменилось. Короче, я предлагаю пойти к ним и все выяснить. Бандит, ты че забыл, что нас в комнате закрыли, чтоб мы не мешали? Ну просто надо было дать младшему человеку время, чтобы они с Полиной поиграли в свои сюси-пуси. Но сейчас ситуация изменилась. И как мы дверь откроем? Хвостатая сарделька, не тупи. С помощью магии. Хасямба, масямба, дверь открывамба. Ну здорово, Полинка, здорово, Данила. Как дела? Как сами? Бандит, ты че умеешь говорить? О, прикольно. Актерское мастерство младший человек у тебя прям зачетное. Правда, подобно сыграл удивление. Ха, Бублик тоже умеет говорить. Младший человек, вот скажи, а нафига ты ребятам память стер? Это же опасно. Это может превратить их мозги в жижу. Они у тебя все разговаривают. Что происходит? Я не знаю. Младший человек, ну хорош уже прикалывается и заброшет из себя того, кто в первый раз узнал, что мы говорящие собаки. Бандит, ну я реально в первый раз слышу, что бы вы говорили. Парни, мне кажется, он не прикалывается. Если это то, о чем я думаю, то нам всем капец. Кто-то изменил миры. Изменил миры? Но этого не может быть. Младший человек, а ну быстро зайди на ютюб и посмотри, если там мой канал. Он называется Мистер Бубл по-английски. Хорошо. Мистер Бубл, нет ничего похожего, поиск не выдает. Капец, это вопиющееся негодяйство. Я что, остался без ляма 600 тысяч моих хозяйств? Посмотрите, а есть ли канал Хаски Бандит? Нет такого канала. Зашибись. Брателла, походу и наших каналов тут тоже нет. Ну-ка, ну-ка, а проверьте, есть ли канал Кулкидс? Тоже по-английски. Нет такого канала. Что происходит? Как вы научились говорить? Как, как? Как он? С помощью магии. Я понял, парни. Это нулевой мир. Какая-то скотина-скотинская изменила ход истории. Вот почему Полина ничего не знает о девушках младшего человека. В этом нулевом мире ничего этого не было, как в нашем первом. Не поняла. Ты хочешь сказать, что в вашем мире Тимофей помимо меня с кем-то встречался? Ну да, с Верджинией и Алиной. Он у нас тот еще бабник. Хи-хи-хи. Да ты что, совсем офигел, Тимофей? Да я вообще не понимаю, о чем они говорят. Да расслабься. Он ничего не знает. Если это нулевой мир, то это значит, что все остальные миры исчезли. И то, что в них было, никогда не происходило. И не произойдет. Вопрос в другом. Почему мы тогда остались с говорящими собаками и все помним? С этим вопросом нам еще предстоит разобраться. Ясно одно. Магия в этом мире существует. И то чудовище, которое видел Даня, оно реально. Оно сказало, что оно сделает меня его марионеткой. Что это значит? Это значит, что ты будешь его куклой. И он будет тобой управлять. Капец. Мы не должны этого допустить. Я не хочу быть чьей-то куклой. А я не хочу, чтобы Тимофей встречался с Верджинией и Алиной. Псы, вы должны что-то сделать. Поздняк метаться. Нулевой мир дал мне огромные возможности. И я их не упущу. Это его голос. Голос этого чудовища. В этом мире моими марионетками станут все. И все будут плясать под мою дудку. И начну я со знаменитого 10-го А и этих вонючих собачек. Добро пожаловать в нулевой мир. Ку-ку, ежики. Субтитры сделал DimaTorzok